Отсутствие дневного перерыва, 5-7 минут на ожидание следующей электрички, а еще бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Эти преимущества уже оценили жители округа, ежедневно пользующиеся инфраструктурой МЦД-1. Вскоре такая возможность появится и у тех, кто передвигается на электропоездах киевского направления. В рамках открытия МЦД-4 на территории нашего округа завершились работы по реконструкции платформы «Лесной городок». Что выполнено? Это строительство двух платформ, строительство кастовых павильонов, пешеходного тоннеля, устройство четырех лифтов для маломобильных групп населения и устройство четырех эскалаторов. Также реконструкция станции «Лесной городок» будущего МЦД-4 включает в себе строительство путепровода, который позволит ликвидировать железнодорожный переезд и надземный пешеходный переход. Сдать объект планируется в первом квартале 2023 года. Летом прошлого года выполнен ремонт трех участков автомобильных дорог, организована перехватывающая парковка, разворотная площадка для общественного транспорта и установлены еще два новых остановочных павильона. В этом году будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Здесь появятся пешеходные дорожки, освещение и сквер. Перед тем, как мы начнем благоустройство сквера, еще раз встретиться с жителями, все обсудить, показать, ответить на вопросы, какие-то, возможно, еще будут к нам пожелания, дополнения от жителей. Потому что, когда мы открывали станцию и приезжал Сергей Семенович, был Андрей Юрьевич, было общение как раз с жителями прилегающих к станции территории, много было вопросов по благоустройству. Станция обрела современный вид и теперь отвечает всем стандартам качества и комфорта для жителей, отметил Андрей Иванов. Ежедневно до станции «Лесной городок» доезжают почти 8 тысяч человек из ближайших микрорайонов. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».